В среднем 50 жителей республики заболевают ковидом ежедневно. Стало известно, что на карантин ушли 19 классов, несколько групп в техникумах и детских садах. Пока темпы роста удается сдерживать, но опасность возрастает. Особое внимание надо уделить приезжающим в регион. Впереди майские праздники, а затем и сезон отпусков. Мобильность жителей возрастает в разы, и это вызывает серьезные опасения. Люди, которые приезжают из-за рубежа, как правило, завозят уже мутированные штаммы новой коронавирусной инфекции, это уже требует еще более внимательного и иного отношения к этому процессу. Поэтому прошу эту работу усиливать, то есть фиксировать и всяческим образом держать на контроле въезжающих в поле зрения и сделать все, чтобы эти люди в кратчайшие сроки сдали необходимые тесты, причем желательно неоднократно. В штабе также напомнили, что ситуация с коронавирусом зависит от самих граждан. Важно соблюдать ограничительные меры и не сбавлять темпы вакцинации. Временно исполняющий обязанности руководителя управления Распотребнадзора по Чувашу Вера Головач отметила, что до начала летней оздоровительной кампании должен быть привит весь персонал детских оздоровительных лагерей. Поставка вакцин в республике идет по плану. Планируют увеличить количество выездных мобильных групп. Усилить темпы вакцинации намерено в майские дни, когда большинство людей будут отдыхать. Все медицинские организации будут работать и процесс вакцинации не будет останавливаться, а будет только в усиленном режиме, пользуясь и надеясь, что в выходные дни люди более активно будут приходить на вакцинацию. Также министр сообщил, что в республику поступят 24 новые машины. Это позволит обеспечить поликлинической помощью жителей даже в самых отдаленных деревнях республики. На машинах будут доставлять лекарства и анализы. Все автомобили передадут в районные больницы.